Приветствую вас, и первое, о чем я хотел бы у вас спросить, это о том, почему вы вступили в свободные отношения вообще, никаких обязательств. Вам это нравится? Вас это реально устраивает? Или вы все-таки просто не верите в то, что ситуация может складываться по-другому для вас? Периодически вместе отдыхаем, занимаемся сексом, нам обоим все нравится, иногда возникают мысли о том, что я бы хотела, чтобы все переносло в серьезность. Ага. Вы хотели, чтобы все переносло в серьезность. А зачем? Ну вот, серьезность. Для чего она вам? Вы не написали о том, что полюбили человека. Вы не написали о том, что он вам нравится, например. Вы не написали о том, что он вам, ну вот, что вы хотите быть с ним теперь и так далее. Вы просто говорите, что я хочу в серьезности. Зачем? Ну, скорее всего, для безопасности своей. Правильно? Скорее всего. Скорее всего, для своей безопасности. Вы хотите в серьезности. А что вы можете сделать, например, сейчас, чтобы быть в безопасности? Ведь молодого, ведь мужчина ваш, как бы, вам не принадлежит. А в безопасности, то вы хотите уже сейчас? Что можно сделать? Что, видимо, не сейчас или вообще, скорее всего, никогда. Здесь вообще непонятно. Видимо, не сейчас или вообще никогда. Почему? Кто это решил? Ну вот, что не сейчас, например. Кто решил это? Это вы сами решили? Или что? А мужчина, он вообще как? Его мнение, его мнение на этот счет, оно какое? Знаете? То есть, не очень понятно, откуда у вас вот эта информация относительно того, что вот, ну, что не сейчас, что либо вообще никогда и так далее. То есть, не очень понятно. То есть, не очень понятно это. Знаете, понимаете, в какой момент? Не очень ясно, из-за чего и как это у вас происходит. Откуда информация? Ну, откуда вы это взяли? Вот. И сделали ли вы что-нибудь для того, чтобы, ну, приблизить, так сказать, чтобы приблизить вот то, с чего вы хотите? То есть, ну, если вам хочется какой-то вот безопасности, допустим, то что вы для этого сделали? Вот именно, конкретно вы что сделали для этого. Дальше. Дальше. Есть симпатия у меня и у него. Ну, опять же, момент. Как проявляется его симпатия, как проявляется симпатия ваша, в чём проявляется его симпатия, в чём проявляется ваша симпатия и так далее. То есть, это вот тоже такой важный момент, на который нужно обратить внимание, потому что симпатия, она может быть разной, ну и проявляться она может тоже по-равному, если у вас симпатия, это не значит, что у мужчины она, например, есть к вам, поэтому ее нужно что? Правильно, идентифицировать, вот сперва, для начала, идентифицировать ее нужно, вашу симпатию, его симпатию, в чем проявляется, его симпатия, в чем проявляется, ваша симпатия и так далее. И тогда уже будет вам несколько более понятно, если это симпатия или просто это что-то типа, знаете, взаимовыгодного выгодного времяпровождения, ну, например. Например. Да? Вот. Дальше. У меня это первые серьезные отношения, первые отношения так уроды, раньше вообще была против такого, но сейчас почему-то пошла на это и пошла осознанно. А зачем? Пошли. Для чего? Что поменялось в вашей жизни, что изменилось, что стало иначе, что вы позволили себе вот так сделать. вот. Ведь я уверен, что что-то поменяло, вы говорите, что раньше была против. Но надо понять, что именно. Там это, с одной стороны, вы говорите, что пошли осознанно на это, а с другой стороны, с другой стороны, вы говорите, что почему-то пошла. Вы понимаете, вот опять же, справедливости ради, можно сказать, что если бы вы пошли на это осознанно, вы бы знали, что изменилось, вы бы знали, что стало там, ну, по-другому, что стало бы иначе. Вот. А вы не знаете. И поэтому нельзя говорить о том, что вы пошли на это именно осознанно. Нельзя. Осознанностей здесь не так много, на самом деле. и так далее. Поэтому этот момент тоже нужно обязательно вам самой для себя проработать. Сами для себя. Чего я хочу, для чего мне это, что нужно и так далее. Вот. Потому что, ну, иначе у вас так и будет ситуация происходить, что вы не очень будете понимать вообще, что мне нужно-то вообще, чего я хочу, почему происходит то, что происходит. Вот. Понимаете? Такая штука. Поэтому, насчет осознанности, я думаю, что вы немножечко здесь лукавите. Я понимаю, что ты сама дала волю таким отношениям, но сейчас не об этом. Да нет. Почему же не об этом? Об этом? Вы говорите, я понимаю, что сама дала волю отношениям. То есть, это у вас было что-то запретное, да, раньше для вас. То есть, всегда хотелось, наверное. А теперь вы, значит, дали волю. Из-за такой бунт произошел. Против чего бунты тебя? Против чего сражаетесь? Что отстаиваете на самом-то деле? Вот. Что отстаиваете? Какой момент отстаиваете? На что боретесь? Грубо говоря. На что боретесь? Вот. Подумайте об этом. Дальше, значит, сейчас у меня стало появляться желание просто сказать ему о том, что я боюсь привыкнуть к нему влюбиться. Не знаю, правильно ли это. Ну, смотрите. Значит, просто сказать ему о том, что я боюсь привыкнуть. Ну, хорошо, боитесь привыкнуть. А почему боитесь привыкнуть? Чего боитесь-то? Боитесь перекладывать на него какие-то свои там обязанности, какую-то свою ответственность, может быть, вы боитесь перекладывать на него? Возможно. Но если вы это делаете, то для чего? Если вы делаете это, то зачем? Понимаете? Если вы это делаете, то это делаете для чего-то. С какой-то целью. Как вы говорите, я боюсь к нему привыкнуть. Почему боитесь? В чем страх заключается? Если вы говорите, я боюсь влюбиться. Опять же, почему? Любовь, влюбленность это чувство прекрасное. Ну, если это действительно любовь и влюбленность. Если это не что-то такое вот, да, как вот у людей там, ну, может быть, там, например, по премии, вот как у вас. А вот вам мужчина нужен для того, чтобы, ну, чтобы как-то проявить себя. Чтобы безопасности достичь, чтобы свои желания реализовать. Вот. А вот мужчина нужен именно для этого. Ну, и понятно, что вы боитесь, потому что ваше желание, оно, вот вроде бы оно, вот оно перед вами, да. А удовлетворить его вы боитесь. Опасаетесь, может быть, там, не знаю, может быть, стесняетесь, не принимаете себя. Ну, или кто-то, что-то такое. Что-то такое. И, соответственно, вопрос, вопрос к вам, вопрос, да, он именно такой вопрос. В чем заключается ваш страх? Желание появляется сказать мужчине что-то, это нормально. То есть, это нормально сказать ему то, что вот вы чувствуете. Потому что это естественно. Но вам что-то не дает это сделать. Вот вопрос в том, что им, что они дают. И почему. И этот конфликт, который у вас, это ваша проблема. И эту проблему, проблему конфликта, вашего конфликта нужно решать только вам, самой, не через мужчину. Понимаете? Не жили в него. А именно, только вот самой, самостоятельно. Далее, значит, вы пишите, не знаю, правильно ли это. Ну, здесь я полагаю, что вы себя подавляете. То есть, вы подавляете свои желания и не позволяете себе чувствовать и хотеть чего-то. Сомневаетесь в том, что, насколько это правильно, то, чего вам хочется, насколько это адекватно, насколько это хорошо. Вот. То есть, имеет место быть подавление. Подавление собственных желаний. И это уже, в свою очередь, родительская такая вот детерминация происходит. То есть, родители вам, видимо, запрещали проявлять свои чувства. Родители не позволяли вам выражать себя. Вот. Соответственно, соответственно, детско-родительские отношения нужно прорабатывать. Чтобы вы адекватную позицию занимали. Чтобы вы нормально себя позиционировали. Не как ребёнок, которого подавляют, да, сейчас. А нормальный взрослый. Вот. Потому что, вроде ваша, правильно, вот, то, что вы пишете, да, что, не знаю, правильно ли это или нет. Вот. Вот. Это подавление своих желаний. Причём, довольно классическое подавление. Потому что, ну, чувства не могут быть правильными или нет. Они либо есть, либо их нет. Вот. Это не то, что укладывается в такое определение правильности. Например. Надеюсь, понимаете, о чём идёт речь. Вот. Хорошо. Дальше. Дальше мы с вами идём. Значит, вы пишете, не знаю, нужно ли вообще говорить на эту тему. Нужно. Потому что, вообще-то говоря, это нормально, когда отношения выходят на какую-то новую. границу, ну, как будто новый уровень, и нормально. Переживаю, что скажет, боится, не делает на чем так. А, понимаете, ваш страх, главное, прорабатывать самой. С психологом, там, и так далее. А ему просто сказать о том, чего вы хотите. Не надо говорить о том, чего вы боитесь. Потому что у вас, может быть, не те отношения, чтобы говорить о страхе, так как он не ваш муж. Чтобы именно защищать вас. Но о том, чего вы хотите, можно говорить. Всё оборвёт. А я не хочу рвать меня на данном этапе. В принципе, всё устраивает. Ага. А почему вы не хотите рвать, если вас уже не устраивает? Вас не устраивает. Вас не устраивает то, что на данном этапе происходит. И здесь вы себя обманываете, по сути дела. Стоит ли говорить, или лучше оставаться как действие жить одним днём? Ага. Этот вопрос вы решите для себя сами. Потому что психологи не вправе решать подобные вопросы за клиента. Вы сами разберётесь с ответом на этот вопрос. Но перед этим обязательно проработайте всё то, что я вам сказал. И ответ тогда придётся самостоятельно. Сам с собой. Просто вот неожиданно однажды вам придёт ответ на этот вопрос. Но к нему нужно идти. Так что, если вы не хотите просто, чтобы вам кто-то советовал что-то, да, вот посоветовали что-то и всё. Вот. То записывайтесь на консультацию к любому психологу, который вам понравится, и начинаете работать. С детско-родительскими отношениями, со своей позицией, со своей ролью, со своими желаниями, со своими потребностями, с уверенностью в себе, со страхами. Всё это можно проработать, всё это можно подкорректировать. И ответ придётся сам с собой. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok